Добрый день! Время выхода в эфир. Программа «Сейчас в регионе» с вами Алексей Шемякин. Перинатальный центр в Архангельске откроют грядущей осенью. Об этом заявил генеральный подрядчик. Стоимость всех работ составляет около 3 миллиардов рублей. На сегодняшний день завершено строительство восьмиэтажного здания, перехода к областной больнице и подключения ко всем инженерным сетям. В настоящее время идет отделка помещений. На главном медицинском объекте области трудится в две смены 240 человек. Параллельно проходят конкурсы на поставку и монтаж медицинского оборудования. Открытие перинатального центра позволит создать 617 рабочих мест. Три крупных деревни в Вельском районе остались без транспортной связи с райцентром. Причина – размыт проезд на дороге на Пежму и еще в два населенных пункта. Дорожники обещают наладить сообщения с деревнями в течение трех дней. Уже сейчас известно, что ущерб, нанесенный региональными дорогами весенним паводком, составляет около 7 миллионов рублей. Однако подтопления продолжаются из-за обильных дождей. Кроме Вельского района, повреждения дорожного полотна зафиксированы в Устьянах, Пинежском, Холмогорском или Шуконском районах. Уполномоченный по правам человека в Архангельской области открыла горячую линию для молодежи. Звонки будут приниматься с 26 по 30 июня с 10 до 13 часов по телефону в Архангельске, номер которого на ваших экранах. Вопросы можно задавать самые разные – обеспечение жильем семьи, трудоустройство молодых специалистов и многое другое. Кроме того, уполномоченный по правам человека проведет открытый прием молодежи. Он пройдет 27 июня с 14 до 16 часов по адресу город Архангельск, площадь Ленина, дом 1, кабинет 210. Сегодня Архангельск простился с Алексеем Верещагиным. Он скончался 21 июня на 57-м году жизни после продолжительной болезни. Почетный дорожник России, экс-вице-губернатор Архангельской области, бывший руководитель агентства Архангельск-Автодор. На каком бы посту ни работал Алексей Федорович, он всегда был ответственным и порядочным человеком. Он был глубоко предан своей Архангельской области. За большой вклад в развитие дорожной отрасли Алексей Федорович награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» и нагрудным знаком «Почетный дорожник России первой степени». Похоронят Алексея Верещагина на Вологодском кладбище. Продолжаем выпуск. В эти выходные в Вельском районе стартует беговой сезон в Хорошевском коневодческом комплексе. В День молодежи на его площадке пройдут конно-спортивные соревнования своего рода разминка перед скачками на приз губернатора Архангельской области. Перед стартом сезона мои коллеги, корреспондент Алися Кокина и оператор Евгений Зыков побывали на знаменитых госконюшнях. Архангельские госконюшни основаны 74 года назад. Идейным вдохновителем в июне 43-го года выступил Семен Михайлович Буденный. Знаменитый военачальник предложил организовать селекционное предприятие в Вельском районе Архангельской области. Основную ставку делали на орловских и русских рысаков, но изначально занимались также разведением русских и владимирских тяжеловозов. За всю историю существования нашей конюшни таких наград более 70. То есть предоставлены, что удалось сохранить из архива, изъять и показать народу, то есть все, что начинается в всероссийских соревнованиях, наши лошади приносили, вот эти кубки. К слову, кубки приносят и сейчас. Секрет успеха в коллективе здесь работают беззаветно влюбленные в свое дело люди. Людмила Смолина впервые попала на госконюшни шестиклашкой в 1984 году. С тех пор все свое свободное время она отдает лошадям. Ежедневные тренировки надежный партнер Акбар переносит стоически. В прошлом году он вместе со своей наездницей стал первым в областных соревнованиях по конкуру с высотой препятствий свыше 100 сантиметров. Это спорт, это спорт двоих, и без лошади же ничего не будет. Но в основном, конечно, это очень сильная любовь к лошадям, к этим животным, грациозным, красивым, сильным животным. Это очень тяжелый труд, так и это не лыжи в угол не поставишь, то есть все равно ухаживать за лошадью, смотреть, чтобы она была здорова. Рядом готовятся к конному походу преемницы Людмилы. На базе комплекса возобновили работу секции конного спорта. Кристина Воронина занимается в ней уже больше трех лет. Ее верная спутница – лошадь Глюкоза. Мама привела покататься, а потом как-то сама. Сейчас в Хорошевском комплексе шесть конюшины, 127 лошадей. Пока молодняк в тубу не пасется на свежем воздухе, руководитель предприятия хвастается племенными журебцами. Орловские рысаки из Архангельской области – своеобразный знак качества. Как я и говорил, наша гордость – любовь. Типичная для орловца серая в яблоках масть. Ласковые, хорошие парни, трудолюбивые. Андрей Перетягин говорит, что лошади, выращенные в Хорошевском, зацелованные. Оттого ласковые, любознательные и контактные. Уильям Фолкнер говорил, что сложно отыскать человека, в чьей жизни, памяти. В испытаниях и личностных пристрастиях не нашлось бы места лошади. Это Венера. В свои 22 года каждый день она на ипподроме занимается с ребятками, у которых есть особенности развития. Ипотерапия помогает им социализироваться и преодолеть те жизненные испытания, которые навлекла на них природа. Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. От идеи к проекту в Новодвинске открыли первый арт-объект «Я люблю Новодвинск». Такие стеллы есть сегодня во многих городах и районах, в том числе в Архангельской области. Теперь каждый житель может признаться в своих чувствах городу, сфотографировавшись на фоне стеллы и выложив фото в соцсети. Профинансировал установку Архангельский ЦБК. Я думаю, что станет в ближайшее время точкой притяжения и молодежи, и людей пожилого возраста. И люди, приезжающие сюда, будут с ним фотографироваться. И слава о городе Новодвинске, надпись «Город Новодвинск» будет появляться не только в социальных сетях, но и распространяться. Стелла «Я люблю Новодвинск» сделан из металла, территорию вокруг него планируется облагородить. Этот арт-объект будет не единственный, подобный только в большем масштабе появится при въезде в Новодвинск. К юбилею города. Гостиные дворы перешли в собственность Архангельской области. Ранее уникальный объект культурного наследия находился во владении Российской Федерации. Как прежде, там будут располагаться фонды Архангельского краеведческого музея. Кроме того, за гостиными дворами исторически закрепился неформальный статус визитной карточки Архангельска. Культурный центр «Соломбола Арт» готовит ко дню города танцевальный флешмоб. Предполагается участие в нем не менее 300 архангелогородцев. Репетиции флешмоба накануне вечера не смог помешать даже проливной дождь. Участники, представители 17 организаций школ, детских садов, торговых центров, заведений общепита с детьми и внуками, словно не замечая капризов погоды, охотно оттачивали все движения и элементы. Ведь номер, который им предстоит синхронно исполнить в день города, совсем непростой. Состоит из нескольких танцевальных направлений. Смысл в том, чтобы привлечь к этому флешмобу, станцевать всем вместе, в день рождения нашего города, прекрасный танец, состоящий из нескольких музыкальных композиций. У нас в городе очень много танцующих людей, увлекающихся фитнесом. И вот мы решили пригласить не организованные коллективы, не профессиональных танцоров, а именно простых горожан. Мы следим за развитием событий. До встречи в 16 часов. Редактор субтитров А.Семкин